Физкульт привет, друзья! Я открываю новую рубрику, новый плейлист, в котором мы будем думать, делать все только для здоровья. Для здоровья суставов, для здоровья позвоночника, для хорошей осанки, для исправления осанки. И я вам буду показывать специальные упражнения. Они будут разбиты на комплексы, которые я, кстати, тоже сам не придумываю, а беру у специалистов по реабилитации со всего мира. Конкретно беру в клинике Брайса, куда сам хожу лечить свои плечевые суставы. Также они мне помогают с позвоночником. Следите за этим плейлистом, задавайте вопросы, что вас интересует, какие у вас проблемы. Мы будем постепенно-постепенно раскрывать все всевозможные темы. Сегодняшний ролик будет о плечевых суставах. Также будут работать локтевые, кистевые суставы. И, естественно, будет работать поясница, будет работать пресс. Вообще будут работать сегодня все мышцы кора. Следите внимательно. Вопросы в комментарии. Приступим к разбору упражнений. Нам понадобится небольшой мячик медицинский. У кого нет, может купить простой мяч детский. Обойдется в разы дешевле. Обратите внимание, круговые вращательные движения кистью влево-вправо. Но при этом, как показывает доктор, плечи, лопатки должны быть вместе, плечи сведены и быть на одном уровне. В чем сложность? Сложность в том, что нужно давить на мяч и вращать кистью, при этом, чтобы мяч оставался на одном месте. Почему хорошо использовать медицинские мячи? Потому что они имеют определенный вес небольшой. И вы можете регулировать нагрузку. Но на самом деле здесь не столь важен вес мяча, как само движение. Выполните одной и другой рукой по 20 раз в одну и в другую сторону, в 2-3 повторениях. Как вы видите и увидите в дальнейшем, в основном все движения простые и можно выполнять их в домашних условиях. Даже если у вас нет мячей, вы всегда можете придумать что-нибудь другое, либо вообще работать просто в упоре, лежа на руках. Обратите внимание, лопаточки здесь тоже должны быть сведены. Кисти на мячах под плечами. Это тоже очень важно. А сейчас мы вам покажем, кстати, как работать, потому что в этом упражнении нужно работать на время, не на повторение. И я вам советую всем установить на телефон эту программу Tabata Pro. Эта шикарная программа поможет вам работать так же, когда вы тренируете окислительные, медленные мышечные волокна. Потому что можно выставить как количество подходов, так количество необходимых секунд под нагрузкой и время перерыва между подходами. Так что, с помощью этой программы вы можете легко контролировать всю свою тренировку, не отвлекаясь на секундомер. Потому что эта программа издает сигналы, вибрацию, мигает даже. В общем, идеально подходит для тренинга окислительных мышечных волокон. Настроек очень много. Вы, в принципе, очень легко в ней разберетесь. Запомните, называется Tabata Pro. Стоит она около 3 долларов. В Америке это смешные деньги. В России сейчас не знаю, какой курс. Поэтому смотрите. Кому это нужно, я советую приобрести. Повторюсь, при тренинге на окислительные мышечные волокна, это очень-очень удобная программа. Сейчас я буду использовать ее как раз-таки в данном упражнении, которое направлено тоже на суставы. В первую очередь, плечевые суставы. Но, как вы заметите, работают и очень сильно устают кисти. Локти работают в статике. Здесь шикарно работает пресс. Потому что, как вы понимаете, мы держим практически планку в движении. Вот доктор говорит, что лопатки нужно свести. Плечи двигаются по направлению, как двигаются кисти. И суставы хорошо получают хорошую нагрузку. Как раз-таки это упражнение хорошо для укрепления осанки. Потому что при сведении лопаток, если вы сутулитесь, вы всегда будете исправлять свою осанку. Это очень важно. Вот, как раз-таки мы говорим здесь, что мигает он еще по всему и вибрирует. И можно не отвлекаться на сам телефон, когда вы выполняете какое-то упражнение, где нужно смотреть вперед. К примеру, жим в тренажере сидя или тягу блока за голову перед собой. Вы не сможете установить телефон на удобном уровне для глаз. Также работайте в этом упражнении, стараясь напрягать пресс. А по-другому у вас не получится. И получаете максимальную пользу от всего. Видите, я здесь уже устал. Задница поднимается кверху. Ничего не могу с собой поделать. Действительно, мышцы кора укрепляются очень хорошо. 20-30 секунд работы и 30 или 40 секунд отдыха. В зависимости от вашей тренированности. Начинать, естественно, нужно с минимального. Возможно, даже с 15 секунд работы и где-то 20-25 секунд отдыха. Выполните три рабочих подходика. Вы сразу хорошо почувствуете, как работает ваше тело, как откликается ваше тело на данную нагрузку. Это совершенно иная нагрузка, нежели в тренажерном зале. Поэтому ее необходимо делать, особенно если у вас уже есть проблемы с суставами. Или вы чувствуете, что у вас начинаются проблемы. Профилактика, как всегда, известна лучше и дешевле любого лечения. Не стоит доводить себя до травмы. Вот мы закончили очередное упражнение. Сейчас перейдем к следующему. Вот молчаливый наблюдатель. Сейчас поработаем в очень интересном движении. Опять-таки на плечевой сустав. Не забывайте, конечно, пить воду. Вода очень важна. Если какой-то тренер, инструктор, или вообще не важно, кто говорит вам, что нельзя пить воду во время тренировки, до, после тренировки, то это совершенно безграмотный человек, с которым не стоит иметь никаких дел относительно тренинга. Ну и, естественно, здоровья. Вода – это наше все. Мы все с вами состоим из воды. И если вы чувствуете жажду, то это уже плохо. Вы не должны никогда испытывать чувство жажды. Жажда – это значит, организму уже не хватает воды. А, как вы понимаете, это не есть хорошо. Ну вот клиника, штат Флорида, Орландо, Куда приезжают многие знаменитости спорта. Начиная от гольфа, заканчивая бокса, баскетбола, бейсбола. Очень много бодибилдеров, фитоняшек здесь. Ну, переходим к следующему упражнению. Держать руку нужно будет всегда прямой. Желательно не сгибать ее в локтевом суставе. Сейчас вы увидите, как мы будем делать движения. Движение тоже очень непростое само по себе, потому что будем держать планку. Нужно будет удерживать равновесие, причем на одной руке. Сначала мы делаем пять таких типа махов назад. Лопаточки вместе, плечо неподвижно. Это очень важно. Старайтесь удерживать равновесие. Потом нужно будет сделать под 45. Потом в сторону. Следующие пять повторений будут тоже под 45 градусов, уже вперед. И пять повторений вперед. Всего у вас получится раз, два, три, четыре, пять. Пять движений на одну сторону. Грубо говоря, назад, вперед, в сторону и на 45 градусов между двумя этими положениями. Но сейчас вы увидите, как это делаю я. И, естественно, сможете повторить. Усложняется это упражнение еще специальным валиком, либо каким-то плоским предметом, которое положат вам на поясницу. Это нужно как раз таки для того, чтобы лучше прорабатывались мышцы кора, пресс работал, ну и, естественно, на удержание. Старайтесь выполнять движения не быстро, подконтрольно. И, естественно, ни в коем случае не должно быть дискомфорта в суставе. Иначе это нехорошо. Все-таки я хожу сейчас в эту клинику реабилитации именно для восстановления сустава. Видите, вверх рука не поднимается, левая полностью. Сейчас я немножечко отдохну, повторю все то же самое для правой руки. И нужно будет сделать два-три таких круга для каждой руки. Запомнили, да? Назад, потом под 45 градусов к ногам, потом в сторону, потом под 45 градусов относительно шеи и перед собой. Всегда рука должна быть выпрямлена. Не сгибайте ее в локтевом суставе. Делайте сами это упражнение, давайте его делать детям. Чем быстрее, чем раньше вы начнете делать это упражнение, тем больше вероятности, больше гарантии, что будет хорошая осанка и не будет проблем с плечами, именно с суставом. После каждых пяти повторений делайте секундную или двухсекундную паузу, опираясь на обе руки и продолжайте выполнять упражнения. Движение очень непростое, поэтому включает, помимо всего, еще и координационную нагрузку. Вы получаете хорошую тренировку. Я люблю выполнять эти движения именно перед тренингом грудных мышц, дельталидных. Советую делать это и вам. Следующее движение очень интересное. Вам понадобится резина, жгут. Сейчас этих приспособлений очень полно продается в интернете. Я уверен, что и в России их можно купить, и купить недорого. Либо зайдите в любой спортмастер, наверняка там это все есть. Выполняется оно следующим образом, как показывает доктор. Как вы догадались, это практически дровосек, только в ходьбе, в вышагивании, в выпаде вперед. Делаем сначала 20-15 выпадов для одной ноги, потом меняем сторону. Хотите хорошо прочувствовать работу сустава, старайтесь держать лопатки вместе, руки прямыми, и приводить кисти к низу. Как можно больше прямых углов. Прямая спина, лопатки сжаты, плечи отведены назад. На выдохе делаем шаг, опускаем руки, как бы рубим дерево. Выполняем заданное количество повторений для одной ноги, и повторяем все то же самое для другой. Естественно, поменяем руку, и будем делать уже, чтобы резинка опускалась на другое плечо. Также выполняем 2-3 подхода для каждой ноги. Немножечко корректирует технику, показывает, куда нужно вышагивать. Делайте классический выпад. На самом деле, не столь важно, как вы будете вышагивать четко перед собой, или слегка в сторону, как важно само положение ваших плечевых суставов, ваших рук, и, естественно, положение спины. Нужно быть максимально, максимально ровным. Повторюсь, делайте это упражнение сами, эти упражнения, и давайте их выполнять вашим детям. Это будет гарантией хорошей осанки, хорошего здоровья. Повторяем, как я уже говорил, 2-3 подходика для каждой ноги. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym, специально для вас. Если вам что-то непонятно, или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Не пропустите! Уже в следующем видео я расскажу вам о том, как сохранить вашу спину здоровой для приседаний и становых тяг, и вообще для тренировок. Неважно, есть ли у вас межпозвоночные грыжи или протрузии, вы научитесь выполнять правильную гимнастику, в которой вы будете сохранять свою спину здоровой и никогда не получите травму. Не пропустите! Следующий ролик очень важен, и вы узнаете, какое упражнение на самом деле называется гиперэкстензией, а какое экстензией, и почему врачи не понимают, о чем говорят, когда запрещают вам делать гиперэкстензии. Хотите быть здоровыми? Иметь здоровую спину? Не пропустите!